вот как это делается доброе утро так что то видео которое было о заварке кофе в чашке ребята выкиньте его забудьте и так не делайте потому что это неправильно мне казалось когда мы вчера ехали в машине ролан говорит ты кофе нашел да нашел говорит ну как а к кофеварку нашел какую кофеварку это как ты заваривал кофе взял пакетик говорю вот такие модные так классно придумали рутину залить кипятком он с меня ржал мне чуть больше не выпал вот так вот я опростоволосился но сегодня будет классный кофе все по правилам все как положено начало нового отличного дня все будет замечательно просто сегодня правда на улице ветер просто сумасшедший блин капец дождя нету на ветрище я проснулся покупался я тебе скажу даже правильно кофе заварил до кофе пью и давай хорошо давай сегодня виталий опять меня привез музей продолжается рандево знакомление с техниками а сейчас надо сходить еще в два павильона которые находятся за мной за моей спиной вот туда я сейчас и двину пойду погуляю посмотрю пофоткаю а и 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 ребята здесь автомобили на любой вкус спортивные mercedes и lamborghini ferrari Ягуары и многие другие названия, которых я даже не знаю Здесь огромный ассортимент, можно сказать Автомобили Формулы 1, различных модификаций, различных форм, рассветок Класс просто Также здесь представлены старинные ретро-автомобили Начала прошлого, конца прошлого века Огромные, блин, лимузины какие-то Я полный обзор делать не буду Это займет много времени Все-таки это повествование о мотопутешествии Но если вы будете в Зинхайме, если вы будете в Германии Вы должны обязательно посетить этот музей Который входит в тройку самых-самых крутых и полных музеев мира Здесь собрана просто потрясающая великолепная коллекция Не только автомобилей, но и различной техники Также паровозы, самолеты, вертолеты, танки, военная техника Так что, ребята, я просто отключаюсь и иду, получаю удовольствие от просмотра этой просто великолепной, потрясающей насыщенной коллекции Я не могу не отметить, не остановиться, не посмотреть и не снять вам мановский движок от крейсера От которого я просто в шоке Какой он громадный А еще посмотрите на субмарину Как будто со старого фильма фантастического начала прошлого века Когда еще съемочки такие были интересные Когда придумывали только какие-то подводные аппараты Он такой, с одной стороны, смешной А с другой стороны думаешь Блин, неужели в то время уже сделали такую штуку, которая плавала под водой Любопытная очень Это новый зал музея Он относительно небольшой и просматривается с площадочки, на которой я сейчас стою Он такой, сборный, видать, это докупалась коллекция какая-то И плавненько доставлялись автомобили Потому что здесь вот есть современная Альфа Ромео И также вперемешку идет со старыми автомобилями, с какими-то гоночными Причем по годам достаточно, можно сказать, разношерстная публика И все-таки, все-таки мы с вами рассмотрим мототему Вот здесь вот на втором этаже Сейчас по лесенке поднимусь Выставлены мотоциклы Надо глянуть, какие там модельки есть любопытные Может быть и современное что-то есть Но я думаю, в основном все старенькое Ой, ребята, вы только посмотрите, что здесь есть Особенно возбуждает вот этот вот длинномер Я не знаю, для трех человек, судя по сидушке Ну, длин, метра три длиной мотоциклик-то, а? Ну или вот еще аппарат для установления, наверное, какой-то максимальной скорости Потому что пилот практически, ну не практически, а лежит, руками достает до руля Голова опущена, обтекатель невысоко поднят, чтобы не было сопротивления ветру А ноги стоят на задних подножках У меня когда-то в детстве, когда мне было 12 лет, был у меня мопед Модный очень, дуже модный мопед, мини-мокет назывался Рижский, рижский, да И вот он чем-то напоминает вот этого малыша А этот еще, кстати, меньше И вообще миниатюрный, полметра высотой И еще две у него модельки рядышком стоят, два братика, видите? О, ребята, знакомые очертания, правда? Это мотоцикл Майко 250 Вам по форме ничего не напоминает, нет? Пролейный КТМ 660, скорее всего, дакаровский Это легендарный мотоцикл, на котором гоняли по африканским пустынным дорогам Так что мотоциклов здесь собрано достаточно много Но наших, бывших советских, я не нашел ни одной модели Аналогов, да, много, но это лишь похожие версии И здесь в музее внутри даже есть вот такой вот обзорный мостик По которому пройти можно сверху и посмотреть на все модельки, как они смотрятся на первом этаже Вот, они за счет этого кажутся маленькими и ненастоящими Так, ну что, гоу наверх по винтовой лестнице к самолетам Я начну с тушки, 144-й Он здесь самый-самый огромный Ветер нереальный, я даже не буду пытаться вам что-то рассказывать Находится же самолет под наклоном, поэтому идти под верх тяжело Все закрыто пластиком и местами установлены сиденья Ну, для того, чтобы понимать в общем, как они находились, какого они были размера Там вот по два ряда все стояли Сейчас современный, на самом деле изнутри он очень даже небольшой Ой, я испугался, иду тут лицо какое-то У меня справа, у меня шарахнуло, ну как он там оказался Тетя, тетя сидит, привет Да, кабина пилота за стеклянной дверью В общем, можно посмотреть, но так особо ничего не видно Как они тут что-то понимали в этих приборах Блин, это вам не на мотоцикле ездить, однозначно Мне аж страшно, я бы не смог летать на самолете Куча рычагов, переключателей, каких-то датчиков Блин, жесть какая-то Хера себе, блин А идти вниз очень необычно Такое чувство, что вот он наклоняется Серьезно, я вам говорю, я вот иду, а меня как будто несет Я опускаюсь вниз Я вначале не понял, что со мной происходит Я думаю, самолет падает Хотя для управления, я вам скажу, достаточно Почитать книгу А, это только пятая книга То есть их таких пять Я хотел сказать, о, так тут, блин, тысячу страниц Почитал и можешь управлять самолетом А хрен там, пятая книга Ребят, ну вот конкорд французский Он аналогичный На тот момент это было два флагмана Авиации Конкурирующие между собой Вот Но французы более комфортные сидухи Ну вот Но все-таки Даже на тот момент чувствовалось Что это, как бы, наверное, Европа Потом Или в то время Начали появляться Если вы помните Аэробусы Но, к сожалению Я не помню Производитель, кто это Поэтому, если вы ориентируетесь Или в курсе Пишите в комментариях Мне будет очень интересно и любопытно Фух Я вам серьезно говорю Наклон такой До кабины пилота Я сейчас пока дойду Погнали И по чеке рычажков В кабине пилота не меньше А вот я встал, стою На улице сильный ветер И самолет шатает Все, теперь пойдет мелочевочка Пошел смотреть винтокрылов Двух-четырех винтовые Air France Romagna И Germany И немецкие самолётики Поменьше которых А внутри ничего нет Ну такое, да Просто кабинка И туда Чуда Туда Все закрыто Конечно же Кнопочек Рычажков И всяких Индикаторов Намного поменьше Здесь даже не установлены сидушки Но скорее всего Они в один ряд шли Такая же самая маленькая кабинка Зато возле этой кабинки Есть такой выход Ох, надо подсесть И вот такая вот Труба По которой надо спуститься Вот только что немец Спустился Алло Заргут Он спустился Уторвал как бешеный Сейчас я попробую А скользить интересно будет А у меня джинсы не скользят Ребят, у меня джинсы не скользят Вот я сижу на месте Нет Вот такое Ох, надо на спине ехать Боишь Только ботинки Ботинки, ботинки, ботинки Оооо Блихомуха Только ботинки Пятками касаются Этой железной штуки Они начинают тормозить И меня начинают разворачивать Ооо, блин Ну сказать что-то экшн Такое Не сказать Спину только задрало Труселя В попу влезли А так нормально Если будете спускаться в горке Поставьте ботинки Вот так вот на ребро Тогда они будут скользить Вон эта труба Вот отсюда Я вот так спускался Только что Ребята Если вы боитесь Повторить мой подвиг То вы можете потренироваться На вот этой маленькой горочке А потом уже освоить Ту большую Ну и я не выдержал И я на секундочку Буквально заскочил В тот павильон В котором я был с Виталием Самым Чтобы еще раз посмотреть Пеглом На военную технику На экспозицию С мировыми войнами Это Могу ошибаться Конечно Но это частная коллекция Одного очень богатого немца Который здесь живет В Сингхайме И родом отсюда Это его подарок Не только этому городу Но и всей Германии Но и всему миру И на этой веселой ноте Мы покидаем Это замечательное место Итак Итак, друзья Пришло время Перегонять мотоцикл Сейчас мы С Роландом Вернее я сяду На Мотек Виталиса Мы его отгоним На СТО А мы заберем И сейчас на В аэродике Мы такие 30 км в час Ограничение по городу 30 км в час Мы сейчас Довонем Все, за мной Не знаю Снимает, не снимает Сережка, привет Поздравляю тебя С днем рождения Желаю тебе Всего самого лучшего Чтоб ты чаще Ломался в пути Потому что попадаешь К нам Ты молодец Красавчик И жизнь так и дальше Вон ты сзади едешь Я вам покажу Сережку сзади Он едет Красавец сзади Очень круто Но у каждого мотоцикла Свой характер Поэтому я когда трогался Чуть-чуть заглох Потому что именно У этого специфика такая Что надо чуть-чуть Больше давать газку А так вообще Ну как Блин бальзам на душу Бубнит и бубнит Ты сел Ножки вытянул Ты едешь Кайф Просто кайф Свой мотоцикл Мы так и не забрали По одной простой причине Номера были до 8 числа И я вам говорил Что может быть Сделают справку Но это в принципе реально Но Есть один нюанс С номерами идет страховка А она тоже до 8 числа И ехать без страховки Да даже если Два дня по Европе Не дай бог Что-то с мной случится Так что ты говоришь Не парься Мы берем новые номера Новую страховку Ты с Божьей помощью Спокойно себе едешь Не переживая ничего А рисковать я не знаю Ну не тот возраст Смысла нету Да конечно Мало ли Каждую свою поездку Я всегда беру страховку На мотоцикл На мотоцикл это понятно Иначе вас в Европу не пустят По здоровью Там до 30 тысяч евро И за все это время По здоровью ничего не случилось Но тем не менее Это не повод экономить Потому что вы же понимаете Что самое западлистый Случай может случиться Именно тогда Когда вы на расслабоне Допустим Решили сэкономить 5 копеек О! Вот это сила Это Роланда стрит глайд Со всеми обвесами Модный такой Черного цвета Вылизанный С иголочки Там со швами Аккуратненько Какого года? Новость А ну-ка удиви звуком Песня, правда? Это не мопеды какие-то Которые вжег-вжег делают Ну как у меня сейчас Погнали! Говорит, ну как едется? Я говорю, да офигенно едется Единственное что Мне надо к любому мотоциклу 5 минут Для того, чтобы привыкнуть Потому что Здесь очень широкий руль Подножки Да даже не подножки Это платформы На которых помещаются В длину Две мои ноги И нога там ерзает Туда-сюда Ну в общем там тянутся Но это дело привычки Очень широкий руль Очень широкий руль Но опять же Я почувствовал себя Настоящим американцем Как бы по корпусу По длине рук Блин, идеальная посадка Спинка уперлась Руки вытянуты Ненапряжные И высота И длина Рукояток Ну вообще супер Вообще бомба Набирает снизу Подхват Танк Ребят, что сказать Танк просто Единственное что На маленьких скоростях Надо чуть-чуть привыкнуть Мне показалось Я только сел Непривычно Я такой раз Ну он валки Ну вот поймать опять же Как и на том Как и на выроде Сцепление Газ Когда именно Он подхватывать Начинает Но это бомба Блин, дружище Это крутой Блин, подарок Котнуться на таком По мотоцикле По окрестностям Городка По оселочке Какие-то маленькие Узенькие дорожки Единственное что Да, вот Крафик Ограничение скорости И за машинами Очень некомфортно Ехать Потому что Они там Теребонькаются 50 км в час А когда мы шли По извилистой дороге По лесу Мне так Хотелось Давануть Я и так старался Брать чуть-чуть Больший радиус Для того, чтобы В поворотах Позакладывать Для того, чтобы Кайфануть Он ложится Управляется Ну, классно Потрясающе Но я получил Массу удовольствия Потому что Два дня дожди Можно было бы По округе покататься И мне не получалось А тут Блин Ну это бомба Так повелось Что из года в год Я Не то что практически Я не отмечаюсь День рождения Лет уже 10 Я уже не помню Вот Я не люблю Шумные праздники Такое все Дома тихонечко Сел Забухал Винчика Чуть-чуть Все хорошо мне А вот Судьба меня свела И вот В течение обстоятельств Что я попал в Германию И чем это все Заканчивается На мой день рождения Вот чем это все Заканчивается Я вам потом покажу Произведение Произведение Которое получится На выходе Дорогой Сирок Чуть-чуть 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 Спасибо Муня Так Говорит Да Спасибо огромное Вы мне лишний раз Напомнили Сколько мне лет Я думал про петлять А честно не ожидал Я на прошлой неделе ехал Я честно забыл Что у меня там Через три дня День рождения Это буквально Мне вспомнили В сообщении Когда я уже здесь был Я был в шоке Вот Но это самый необычный Мой день рождения Который был За последние Лет Сорок шесть Вот Да Да Потому что Такого конечно Шоу У меня еще никогда не было Неожиданно очень Ну в общем Давайте Я долго говорить не буду Все За тебя Давай Только до дна пей Мы за тебя уже выпили Да ну блин Давай до дна Мы за тебя две бутылки выпили Серый Мы за тебя две бутылки выпили Самогу Отбивай Подарок на днерождение Сереге Подписи Ставировка бомба С Динсайм Германия 2020 Сереге С днем рождения Ребята Ребята Я наконец-то дома Ну не наконец-то Я бы еще продолжил Мне очень приятно Общаться с этими людьми С этими ребятами Мы чудесно посидели В греческом ресторане Самое важное Это то Что была просто Потрясающая компания Ребята Которые решили меня поздравить И мы посидели Так Можно сказать Таким Семейным коллективом Было здорово Замечательно Пообщались Посмеялись Отвезли меня домой И я буду отдыхать Блин В копилочку добавил Еще один замечательный день Класс Спасибо вам огромное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Еще одиннадцатый день ПокурS